Добрый день! С огромной радостью, конечно, хочется рассказать, потому что уже фестиваль буквально на этой неделе берет свой старт, 12 июня, с 12 по 15 он пройдет. Фестиваль уже достаточно имеет богатую историю, 20-летнюю, и в этом году это юбилейный фестиваль, в том числе и для меня. Я уже горд тем, что 10 лет из этого фестиваля могу с собой его совмещать и со своим присутствием на этом фестивале. Ежегодным. Он, конечно же, неоднократно менял свое название и менял место дислокации в связи с форс-мажорными событиями, в том числе пожары, которые мы все помним, года 4 назад они проходили. Раньше фестиваль назывался «Голубые озера», и проходил он в таком сосновом бару, очень красивая природа, 7 озер по периметру. Но вот сейчас, конечно же, после этих происшествий печальных нельзя в лесах проводить такие масштабные мероприятия. И фестиваль мигрировал, ну, также он остался в Луховицком районе, только теперь он проходит близ деревни Ганькино, это Албатево, сельское поселение Газопроводское. Вот 12 июня всех приглашаем на этот фестиваль, будем рады всех видеть. — А вот что из себя представляет этот фестиваль? Для меня авторская песня, поэзия — это костры, гитары. Как это выглядит на самом деле? — Безусловно. Конечно же, это прежде всего гитары, костры, поэзия, песни, люди, прежде всего, которые любят это все движение и не мыслят свою жизнь без этого. Но наряду с этим это, конечно же, и дополнительно. Это вообще событие масштабное для нас, и мне очень отрадно, что из года в год фестиваль обрастает, расширяется, набирает какой-то темп. И в этом году, помимо того, что это будет конкурсная программа, помимо того, что барды будут приезжать, заявляться в конкурсную программу, пытаться выиграть гран-при, лауреатство, дипломанство и так далее, наряду с этим будет идти насыщенная программа и спортивная, в том числе, и экскурсионная. В этом году можно будет 14-13 июня будет проходить попутная экскурсия в село Константиново, это дом-музей Сергея Есенина. Вело поход будет в Казанскую церковь, причем неоднократно даже, наверное, два раза. Будут проходить всякие спортивные состязания, футбол, волейбол пляжный, большие гонки. То есть каждый, любой желающий может принять в этом участие, то есть не только проявить свои какие-то творческие задатки, там талант свой продемонстрировать, но и побегать, попрыгать. В общем, культурно отдохнуть, что называется, провести с пользой время. Я думаю, с удовольствием так же. А вот участники фестиваля, кто в этом году? В этом году очень большое количество участников. Я даже могу сказать, что может быть и неожиданно для нас, но и, конечно же, приятно, безусловно. Более 30 уже заявленных исполнителей, авторов исполнителей примут участие. Ну, наиболее такие кричащие имена, прям мне хочется с гордостью назвать, вот это, безусловно, Владимир Турьянский, город Москва. Но это уже мэтр Баруновской песни, я думаю, у каждого на слуху это имя. Вот Анатолий Киреев из Челябинска, Марат Фахрединов, Электросталь, Решат Гелязов из Казани, Анна Копейкина из Нижнего Новгорода. Ну, вот я говорю, что очень долго займет времени. Более 30 человек, 34 это уже точно, продолжают заявляться. Богатая будет насыщенная программа, то есть каждый из этих замечательных авторов-исполнителей будет давать какие-то мини-концерты, мастерские проводить. Очень такая царит, конечно, на фестивале приятная атмосфера. Это очень, безусловно, талантливые люди, которые являются и авторами, в том числе, там, поэтами, пишут стихи. В том числе и пишут стихи, что меня всегда забавляет, может подойти человек и прям присутствие тебя, вот ему навеяло или что-то там, какая-то ситуация. Он сразу может сочинить стих, прям тебе его подарить тут же, посвятить, рассказать. А кто-то может уже сидит и подбирает песню. Ну, это вот именно, чтобы передать хоть как-то вот именно ту атмосферу, которая царит на этом фестивале. Ну и самое главное, это же, безусловно, опять же, новые знакомства, друзья, проявить себя, там, показать свой талант, самовыразиться, вот, обрести у ему друзей. Вот у меня за 10 лет, пока я присутствую на этом фестивале и принимаю с удовольствием участие в этом фестивале, помогаю организаторам, Сергею Колотову, безусловно, директору фестиваля, директор фестиваля, Злой Фо Кодирова, продюсер. Вот, конечно же, вот за эти 10 лет огромное количество друзей не только в России, но и в ближнем зарубежье, Украина, Белоруссия. В этом году, кстати, вот хорошо заговорил про ближнее зарубежье, будет целый блок КСП Азия, так называемый. То есть, это люди, которые в Средней Азии тоже являлись как бы первопроходцами, основателями, именно создателями, наверное, движения, вот именно авторской песни. Сейчас, конечно же, судьба раскидала всех, кто-то в России, кто-то по-прежнему там в Средней Азии, но все собираются приехать, будет целый клуб, целый блок такой КСП Азии под названием. И вам, наверное, известно, что в России есть, в России, в Рязани движение общественной организации «Алмаз» узбекская, которая будет поддерживать именно этот блок, там готовится целая чехана для них. Ну, это вот национальная кухня, именно среднеазиатская. Вот, и к разговору, кстати, о кухне, помимо этого, также будут происходить мастер-классы. В пятницу, допустим, компания «Чудо-торт» Рязанская будет проводить мастер-класс, какие-то кулинарные шедевры, дети смогут в этом во всем участвовать, тоже попробовать все это сделать, и потом все это вместе съедим. Вот, очень интересная, очень насыщенная программа, боюсь сейчас что-то упустить, не сказать, но я думаю, что набрать в поисковике «Есенинские струны-2014» и там сразу выскакивает и ВКонтакте информация, и сайт Луховицкий, вот, где можно все посмотреть и программу почитать, есть телефоны, по которым можно позвонить, задать вопросы интересующиеся, есть ли там, как добраться там или что-то еще. Вот, участие и въезд бесплатно, что немаловажно, я думаю, потому что фестивали в большей степени сейчас там, ну, имеют какие-то взносы и так далее. У нас это все проводится бесплатно, приезжайте, не забывайте с собой хорошее настроение, хорошие песни, друзей своих, вот, будем общаться, петь песни, заряжаться позитивной энергией. Вот, фестиваль не однодневный, да, то есть несколько дней проходит. Безусловно, да. А вот, помимо настроения и всего прочего там, радостного, какие-нибудь палатки с собой или что-то там брать надо, вот, нет, вот, тем, кто, например, в качестве зрителей поедет на несколько дней туда? Ну, безусловно, это же все-таки туристический такой фестиваль, прежде всего. Это фестивальная поляна, единственное, что, как бы, там это централизованно происходит, конечно, поляна готовится предварительно, в этом нам очень сильно помогают, в первую очередь, глава администрации поселения Газопроводская, вот, Игорь Анатольевич Балахин. Это все делается там, потому что подготовка колоссальная и грандиозная проходит, то, что эти люди делают, это отдельное им спасибо за это. Вот, то есть, поляна будет подготовлена, скошена трава, все будет обработано от насекомых, завезены дрова, вот, ну, а остальное, конечно, чтобы какую-то соорудить временную крышу над головой, там, какая-то еда с собой. Хотя будут, по опыту прошлых лет, приезжают у нас какие-то общепиты, вот, и еще, знаете, что очень, как бы, удобно, в принципе, практически до самой поляны асфальтированная дорога. Вот, это берег Аки, это пляж песочный, вот, подъезд очень замечательный, вот, в шаговой доступности продуктовые магазины, в шаговой доступности станция, значит, электричка останавливается, то есть, добраться, даже если без автомобиля, очень элементарно. Опять же, вот на этих сайтах там все прописано и расписано, или можно позвонить по телефону. Ну что ж, спасибо вам за участие. Евгений Ткачук сегодня был у нас в гостях, художественный руководитель фестиваля авторской песни и поэзии «Миссининские струны». В эфире программа «7 минут». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok